Здравствуйте! У меня есть вот такая симпатичная юбка. Я думаю из нее получится очень удобная, легкая, комфортная, дышащая, петняя блуза. Взвешиваю 181 грамм. Юбка шита из двух одинаковых половинок с кулиской для резинки. Распарываю. Получилось два одинаковых по размеру полотнища. Беру базовую выкройку полочки, переношу плечевую выточку на пройму, выбираю точку приблизительно на середине линии проймы, провожу прямую до точки высоты груди, разрезаю не до конца. Закрываю выточку плеча, закрепляю ее скотчем. Это будет летняя блуза, поэтому я углубляю горловину на 10 сантиметров и сокращаю плечевой шов. Отрезаю лишнее от горловины на 5 сантиметров и от проймы еще на 4 сантиметра. Складываю одно полотнище юбки вдоль, пополам, лицом внутрь. Прикалываю выкройку полочки. Начинаю именно с полочки, потому что она по определению длиннее и шире выкройки спинки. Длина моего изделия ориентируется по полочке. Бок полочки немного не помещается на полотнище. Я отрезаю от выкройки лишнюю полоску, перенесу ее на выкройку спинки. Замеряю расстояние между нижним краем выкройки и низом изделия, 14 сантиметров. Убираю пока полочку, перехожу к спинке. Складываю пополам лицом внутрь второе полотнище. Откладываю от низа 14 сантиметров. По этой метке размещу выкройку спинки. Прикалываю ее. Прикалываю отрезанную от полочки полоску. Обвожу тело мелом или мылом. Укорачиваю плечевой шов, как на полочке. 5 сантиметров от горловины и 4 сантиметра от проймы. Вырезаю спинку с припусками на шов 1,5 сантиметра. Приталивание не вырезаю, пусть блуза будет колокольчиком. Расчерчиваю мылом полочку. Вырезаю также, без приталивания. Припуск на шов 1,5 сантиметра. Напротив вытачки вырезаю припуск больше. Этот хвостик нужен для аккуратного вшивания вытачки в пройму. Переношу вытачку на вторую половинку полочки. Кладу линейку вдоль одной линии на пару миллиметров дальше. Загибаю материал на линейку. Легко натягиваю, чтобы ровно лежало. Придерживаю ткань одной рукой. Мелом провожу линию по ребру линейки. Точно также переношу вторую линию. На обратной стороне сложенной двое тканей вычерчивается точная копия вытачки. Складываю и скалываю вытачку булавками. Сначала один конец вытачки, потом второй. Потом по всей длине. Слежу, чтобы линии совпадали. Сметываю. Сострачиваю на машине. Отглаживаю вытачку наверх. Лишние хвостики с вытачек срезаю. Из обрезков ткани нарезаю ленту для подшивки горловины и пройм. Расчерчиваю по косой полоске ткани шириной 4 см. Соединяю концы полосок под прямым углом. Сшивать их буду под углом 45 градусов. Тогда концы каждого шва не будут совпадать. Подкройная лента ляжет тоньше и аккуратнее. Сшиваю кусочки. Лишние хвостики обрезаю. Отглаживаю швы. Получилась длинная лента шириной 4 см. Складываю ее вдоль пополам, изнанкой вовнутрь. Скалываю, сметываю, сострачиваю по краю. Ленту надо отглаживать, ведя утюгом вдоль нее и оттягивая сгиб. Тогда лента получается полукруглой. Чтобы головина и пройма не растягивались и не оттопыривались, я их укреплю. По краю на расстоянии около 1 см проложу машинную строчку. Нижнюю нить укрепляющей строчки вытягиваю на несколько сантиметров. Образовавшуюся сборку равномерно распределяю пальцами по всей длине. Если вам интересна тема переделки одежды маленького размера в одежду большого размера, подпишитесь на мой канал. Я буду регулярно делиться с вами полезными идеями. Проверяю, чтобы обе проймы каждой детали после стягивания получились одинаковой длины. К присобранным краям по лицевой стороне прикладываю и прикалываю подкройную полосу. Приметываю и пристрачиваю. Пришитую полосу подгибаю на изнанку. Укладываю ее так, чтобы она на 1 мм пряталась за полочку. Приметываю. Укрепляющую нитку вытягиваю, если она видна. Подкрой пристрачиваю двойным швом с шагом 1 см. Скалываю, сметываю, сшиваю плечевые и боковые швы. Материал сыпучий, поэтому я обрабатываю швы строчкой зигзаг. Лишние кромки срезаю. Отглаживаю изделие. Готово! Можно примерять. Вот такая индейская блуза у меня получилась. Если вам понравилась моя работа, поставьте под видео лайк. А если хотите наблюдать за моим творчеством, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Благодарю за просмотр! До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok